Как вы думаете, что можно купить за 25 тысяч евро? И как легко заработать столько денег? Чуть позже вы поймёте, почему мы задаём такой странный вопрос. Племянницу Раима Миллиона Назик Матраимову теперь знает вся страна. Знаменитая она проснулась после празднования своего дня рождения. Совершеннолетие юная девушка отпраздновала в одном из самых шикарных заведений города – Хаяти. О таком празднике мечтает едва ли не каждая девушка. Дорогой ресторан, топовые ведущие и юмористы, самая главная – вишенка на торте Мирбек Атабеков. С ним Назик Матраимова спела дуэтом. Торжество племянница Раима Миллиона снимала на смартфон, а видео выкладывала в Инстаграм. Порадовались за девушку почему-то не все. Тысячи пользователей соцсетей уверены, шикарный праздник провели на ворованные деньги, ведь Матраимовы давно стали символом беспредельной коррупции. Пусть каждый голодный день, каждая слеза нищенства, каждый крик о помощи кыргызского народа обернётся проклятием для Матраимовых и их тукумчиков. Happy birthday, Devil's daughter! Никакой пощады казнокрадам, даже их детям. Нам необходимы радикальные меры при борьбе с ворами государственных денег. Пускай стыдятся, пускай знают цену ворованных денег. Воруют же у таких же детей, которые элементарно не могут позволить купить себе булку хлеба. Давайте их жалеть. После скандала Назик Матраимова некоторое время молчала, но через несколько дней появилась и написала гневный пост, опять же, в Инстаграме. Позже её родня стала уверять, что пост этот фейковый, и к нему она отношения не имеет. Начну с того, что пока суд не скажет и не выставит судебное решение, все обвинения в мою сторону, в частности в сторону моего отца, неуместны. То, как он заработал, вас тревожить никоим образом не должно. Если человек может позволить своей любимой дочке сделать такой подарок, почему бы и нет? 25 тысяч евро в нашей стране можно заработать при желании за два месяца. Надо вам просто встать с дивана и начать работать. Горе журналисты, хейтеры и все либерасты. Вместо того, чтобы копаться в чужом белье, советую за квартиру оплатить не высовываться. Бояться мне нечего. Не вы, не жигурку кенеш, не президент, не можете упрекнуть. Грубо говоря, сказать что-то плохое в сторону моей семьи. Мягко скажем, они наши друзья. Те дворовые собачки, что возомнили себя богами в стране. Всем мира и добра в такую трудную для меня минуту благодарю всех, кто меня поддерживает. Орфография и стилистика автора сохранены. Назик моя племянница. Она сейчас в депрессии из-за случившегося. Я очень расстроился. Зачем трогать девочку? Кто будет отвечать, если она что-то с собой сделает? Она не ходит в университет, не выходит из дома. И этот аккаунт в Инстаграм фейковый, поскольку она не в состоянии писать посты. У всех есть дети, не надо вмешивать детей. Политические дела не должны касаться детей. После этого поста юная представительница клана Матраимовых снова оказалась в центре скандала. Все запомнили момент про 25 тысяч евро, которые при желании можно заработать за два месяца. 25 тысяч евро – это 1,897,000 сомов. 948,000 сомов в месяц. Интересно, кто зарабатывает такие деньги? Один из самых высокооплачиваемых руководителей госкомпании – Аклбек Джамангулов. Руководитель Мегакома в месяц получает 200 тысяч. 2 миллиона он накопит не за два месяца, а за 10, если не будет больше ни на что тратиться. А врач или учитель с зарплатой в 10 тысяч будут собирать эти деньги 15 лет. Пенсионер же, который получает 5 тысяч в месяц, 2 миллиона он скребет за какие-то там 30 с лишним лет. Что можно купить за 25 тысяч евро? Почти 500 тонн угля, 5 хороших подержанных машин, 104 тысячи булок хлеба и целых 5 тысяч килограммов мяса. Кратко-деметов Рустем Раимбеков, телеканал «Апрель».